сейчас посмотрим что вы пишете как обычно прокомментируем кое-что тяжело говорит но вас кто вас кто воспитывал что ли эти говорилки с радио не знаю у меня были совершенно другие учителя и у каждого свой темп ритм речи потом ведь поймите правильно что любая мысли но как бы она должна родиться да и это не так все это не такой процесс как бы быстрый да и вообще легкий так что я говорю так как я говорю мне нравится я я себя принимаю таким какой есть и что-то давненько я не слышал чтобы предъявлялись претензии к моей речи писал поэт бессодержательную речь всегда легко в слова облечь вот пожалуйста говорилки с радио но слушайте говорилок с радио там как раз ни о чем и все очень быстро так что даже не надо мозги напрягать видимо это оттуда как раз привычка так глупость говорит лягушка из-за мелочи будет выяснять ничего подобного если стерпеть будет хуже я пришел в магазин продавец меня обманул и я выяснил вернул деньги доказал себе что не лох а другой стерпел увидел струсил сказал и ушел обиженный да посмотрите на него у него даже лицо обиженного но никак не принца или аристократа значит тот кто это пишет мужик пишет это у тебя явно закомплексованные неуверенные в себе мелочные страдающей оценочной зависимостью таких очень много мужиков баб очень много таких понятно психотравмированные все из детства идет оценочная зависимость а что обо мне подумают они подумают и что я лох поэтому люди начинают доказывать всем остальным что они не лохи и так далее это такая история у нас особенно это в стране конечно у власти такие люди неуверенные потом они всем доказывают что они не лохи каким образом они начинают устанавливать свои жесткие законы применять насилие репрессии бороться там с критиками и так далее и так далее вот все ради того чтобы доказать что они не лохи очень нехорошее чувство и как правило лохи и страдают этим чувством и лохи пытаются доказать что они не лохи а вот и все тут все понятно ну что но обманули в магазине ну у нас постоянно где-то по мелочи обманывают по крупному счету но что с этим делать но представьте себе труд кассиров продавцов он во-первых низкооплачиваемый труд раз тяжелый труд по 8 10 12 часов люди работают не себя не ценят получают мало да ну что он может ошиблась она там вот ну бывает такое где-то и есть действительно осознанный обман есть осознанный обман я с этим тоже сталкиваюсь и ну что что делать осознанный обман но следите просто проверяйте чеки а ошиблась кассирша ну что бывает все все мы люди все мы человеке до таксист обманул допустим там на 2 евро но я заметила ты что что мне выяснять отношения за 2 евро с этим таксистом у который и я знаю труд таксистов мне и знакомый таксист он мне рассказывал об этом обо всем каков их труд как они там борются за клиентов как эти всякие подставы конфликты какие клиенты неопрятные там жадные и так далее так далее как приходится много работать чтобы оплачивать там лизинг какой-то кредит и так далее но слушайте все хотят жить хорошо и так или начала в чат и что-то придумывают как бы но по мелочи хотя бы обмануть там что-то себе наскрести потому что и машину надо обслуживать и и и и и ремонт этих осмотр и семью содержать и себя и чувствовать себя человеком и они все работают на износ но обманул он ну ничего страшного в этом нет ничего страшного жена пилит его до выживают счета оплачивают свои ну будем жить в реальности у нас есть если вы пользуетесь такси у вас но наверняка есть деньги правильно хоть хоть какие-то деньги лишние для если вы пользуетесь такси ну ну заплатите там на евро два больше ну что от вас убудет что ли а чеку а чеку это поможет как-то его сокреет душу и так далее ну поэтому вот тот кто это пишет все тем более меня тут лицо обиженного я не знаю это фантазии все ну конечно лох пишет лох пишет не надо ведь желание выяснять отношения доказывать другим вот стараться самоутвердиться да вот это все от комплексов идет от от большой неуверенность вот брутальные мужики например да тоже но это самые неуверенные в себе люди вот я и я я их знаю прекрасно этот типаж и лично знаю там кого-то да ну крайне неуверенные в себе любое там что-то их выводит из себя любая что-то идет не так включается механизм эмоционального срыва триггерный механизм они пьют курят но это дети дети вот они не развились они там застряли в своем возрасте когда их недолюбленным да и так далее и там в возрасте психотравмы детские все поэтому идут на преступление тоже ты читал статью психолога которая работает заключенными заключенными работает вот что она видит у них там увидел вот психотравмированных детей так и есть так и вот поэтому что тут терпеть ну еще раз повторяю это стратегия лягушки стратегия принца совершенно другая не не выяснять отношений понимать все быть снисходительным благородным и любить себя вот и все и конечно не страдает никакой зависимостью самое ужасное это вот у нас оценочной зависимостью страдают все практически и общество больной у нас вот и вот такие вот нелохи повсюду и вот это начинается людям людям мозг выносит выясняют отношения от я помню стоят в кассе мужики начинают там из-за там десяти центов конфликтовать ну что ты за мужик так можно у меня тут был случай недавно парень пришел с фальшивой купюрой он сделал ну как бы на 3 евро купил он опять при 5 подает кассирша засомневалась решила проверить купюру не пропускает автомат фальшивая скорее всего купюру на рынке он ее получил говорит так то вот ну что не может она принять эту купюру до купить не может но там цена 3 евро вот это и этих его покупок может быть ну что я я оплатил эту покупку ему все ну что от меня убудет эти 3 евро что ли я сделал человеку приятное себе сделал приятно вообще всех удивил я так посмотрел вокруг кассирша удивилась глаза на лоб полезли рядом очередь удивилась что я так поступил парень удивился тоже что я так поступил и так далее все удивились но пожалуйста но я писал об этом что мы отвечаем друг перед другом за уровень эндорфинов эндорфинов поэтому если вы делаете какие-то вещи хорошие приятные людям вы правильно поступаете общество как поддерживающая среда вот давайте поддерживать поэтому ну что не надо мелочными быть такими не надо это ничего в этом хорошего это вот вот это доказывать себе что не лох но лох лох ты докажи себе что ты человек умный эрудированный создай что-то такое хорошее создай там я не знаю лекарство от рака да например или создай какую-то полезную для всех что-то для всех полезное да талантов поддержи таланты да спой песню красиво сочини что-то такое что люди людям удовольствие доставят а так но это понимаете это все это даже не мелочи жизни это общение ничтожество это те ничтожное выяснение отношений придет и не достойно мыслей даже это не не достойно и тратить на это энергию думать об этом даже чтобы из-за каких-то там нескольких евро портить себе там себе настроение другим и что-то выяснять это ну вот настолько мы погрузились в этого все все мелочность это тоже нам нас так воспитывают поймите это тоже политехнологии потому что это тоже выгодно чтобы люди были лягушками чтобы люди были ущербными чтобы мы время свое посвящали чему выяснению отношений доказывание что мы не лохи на же психо травмируют то не случайно вот вместо того чтобы мы там объединяли сделали какое-то дело общее жили счастлива нет вот в результате вот такое общество больное все и и и всем все доказывают вот власти доказывают пожалуйста потом они выходят туда гиперкомпенсируются некоторые некоторые нет и постоянно доказывают что они не лохи это делая себе хуже и другим тоже так ну ладно с этим разобрались так что нужно психотерапия этому человеку вот еще тут лицо мое обсуждать но это вообще дебил просто дебил дальше я тоже хочу совершить суицид мне почти 29 елизавета пишет елизавета тебе психиатру надо обратись к психиатру там где эти психиатры диспансер в поликлинику или там к семейному врачу вот тебе пропишут антидепрессанты и там в больницу положат и психотерапия хорошая нужно чтобы изменить свое мировоззрение отказаться от ложных убеждений о образ жизни поменять и привести мысли в порядок стимулировать сандры удовольствие ну и так далее так далее да проработать все психотравмы комплекс вот и будет все хорошо я ответил на философский вопрос для себя конечно стоит ли жизнь того чтобы ее прожить жизнь стоит того чтобы ее прожить и ценность жизни заключается в прежде всего в мышлении я такой вывод сделал в развитии своей индивидуальности и в творчестве вот в этом ценной жизни поэтому если чтобы жить надо научиться мыслить раз нужно стать уникальной личностью с уникальным опытом жизненным да с неповторимым а для этого не нужно быть похожим на других не нужно быть как все надо идти своим путем нужно какой-то наперекор как писал герман гесса и третье это творчеством заниматься вот но творчество чем угодно да но вот развивать себе творческие способности и их реализовывать где допустим перевожу с французского языка стихи шарля бодлера какой я получаю огромнейшее удовольствие первых читая бодлера вообще уникально он 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 влияет на меня на это это потрясает просто потрясает вот потом когда я на русском языке пишу да и ищу рифмы ищу слова и это тоже такой процесс он трудный тяжелый но когда получается вы пожму и думаю ничего себе какое молодец какой перевод классный как и написал читаю людям те восторге в диком восторге надо же как мысли выразила как эти слова стоят как это все супер вот так у нас и не говорит тут по-русски то большинство и по сути не знают русского языка вот вот когда ты вот такое владение языком демонстрируешь виртуозно это вот это всех приводит восторг вот вам творчество ну вот пример там музыкальное творчество вот мы допустим музыкант мне помогает один вот делает гармонию на гитаре но я я слышу как звучит гитара и голос и вот эта гармония боже как это какое-то удовольствие доставляет огромное просто невероятное вот ради этого стоит жить это на мой взгляд и опять же мышление когда ты продираешься сквозь вот эти сквозь тайгу цунгли слов и находишь мысль обнаруживаешь эту мысль или сквозь там вот эти словесную руду да вот эту вдруг находишь она будет облагородную породу самородок золотой или там алмаз видим мысли боже как какую радость испытываешь вот она радость жизни обращение к сознанию обращение к подсознанию когда все получается знаете вот силам когда ты ощущаешь силу слова силу мысли вот жизнь вот ради этого стоит жить конечно это когда ты творишь свои миры и так далее так далее ради этого стоит жить жизнь стоит того чтобы ее прожить но для этого нужно занимать активную жизненную позицию опять же отношения строить до и столько всего хорошего в жизни любовь да и общение и дружба и путешествие и самореализация творчество бесконечное вот опять же люди зарабатывают заработать денег там что-то что-то купить такое чего у тебя не было до порадоваться коллекционирование ну много 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 всего интересного в жизни ради чего стоит жить даже взять отшельников отшельников вот этих суфиев халатш например был такой да вот он настолько проникся этой идеи бога вот этими вот этим суфизмом да что он вышел на площадь и рыночную и воскликнул я бог их вот там побили камнями вот пожалуйста вот эти тоже озарение инсайты да вот это вот экстатические состояния эйфория счастье это все тоже есть только в жизни так что в жизни много плюсов много преимуществ там люди которые добиваются своих целей да все от целей зависит но вот посмотрите вот давайте на политиков посмотрим на тех же то ну вот он был кем-то там молью потом стал президентом да и там вот бухгалтер стала президентом или чиновник обычный партийный функционер становится премьер-министр вот рост какой-то новые возможности открываются новая жизнь до статус интересный все меняется все меняется вокруг но стоит ради этого жить правильно это один пример там ну два до таких перемену в жизни и достижение очень много не обязательно политики то может быть и в экономике может быть в общественной деятельности вот я знал выдающихся общественных деятелей или ученые допустим которые делают открытие я знал таких ученых и знаю часть из них вот эти живые люди дал выдающиеся умы то есть интересно жить интересно жить интересно жить ну и 29 лет ну что но все впереди еще вся и любовь и радости жизни и опыт жизненный и так далее так далее достижения все впереди не нужно не нужно себя загонять в рамки и конечно вкладывайте в себя инвестируйте в себя вот я ценю себя потому что меня столько было инвестировано я сам себя инвестировал очень много времени сил средств до учился я постоянно учусь с таким количеством выдающихся людей и общался ну как бы столько всего я видел знаю ну конечно я это не могу не ценить это я его брал в себя это все там культуру и и и европейскую русскую там мировую и до сих пор я вот это все выбирают через книги через общение с людьми через поездки какие-то путешествия плюс каждый человек отдельные вот есть люди выдающиеся да в чем-то такие уникумы вот тоже общение с ними настолько но интересно обогащает и влияет что ты 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 испытываешь удовольствие огромное от жизни общаясь с такими людьми так что вот инвестируя в себя конечно хочется жить хочется творить хочется познавать мир себя тем более когда ты раскрываешь свой безграничный творческий потенциал ты песню написал сделали эту песню я ее слушаю я я я я восхищаюсь вот я а не хожу на концерты там еще что-то не слушаю радио мне интересно моя душа мои песни то как звучит моя душа мои мелодии музыка слова вот так что я вот не потребляю уже я отдаю пожалуйста так что это все безумно интересно так друзья мои не занимайтесь критиканство но не отнимайте у себя время работайте над собой я ну вот вы тут пишите конечно эти вещи я отвечаю вам чтобы вы знали на чем работать надо и общение она тем и ценно что вы получаете обратную связь и можете как бы на себя взглянуть со стороны мы все зеркала друг для друга и но такая вот безапелляционность который пишет туда кто-то скрывается за каким-то там названием тут не имени а ничего нет опять же человек не ценит себя явно потому что тот кто ценит себя у тот пишет свою своего свое имя и фамилию говорит я я говорит мое мнение по моему мнению и высказывает свое мнение и и не скрывается за разными там никами псевдонимами и картинками а вот у него есть лицо свое лицо вот так что скорее всего это вот но люди ущербные которые хотят примазаться какой-то структуре какой-то организации крупный да показать себе но тот пишет мазлим рус спрятаться за это примазаться да вот показать что там верующий набожный да для чего это делается опять же вот от неуверенности в себе потому что ну что сам и себя человек сам по себе человек представляет вне без этой структуры без этой организации ничего как правило вот поэтому вот эта потребность быть частью коллектива частью какой-то группы надо быть как все это все от неуверенности и от комплексов и желание самоутвердиться нет опора внутри поэтому люди опираются на что на какие-то структуры общественные это государственные тогда быть патриотом кто такие патриоты вот тоже люди неуверенные в себе у которых нет собственного я им важно принадлежать кому-то чтобы вот чувствует свою значимость мне не надо это делать я и так чувствую свою значимость ценность и уникальность индивидуальности я моя опора внутри меня мой мой интеллект мое мышление мой разум и жизненный опыт и так далее моя моя душа ты не прячусь всем вам желаю будьте видимыми